Всем привет! Я рад, что вас так много пришли меня послушать. Для тех, кто не знает, я Максим Цыпков, 25 с лишним лет в Enterprise разработке, разработчик, архитектор, аналитик. И уже когда я начал подробно готовить этот доклад после заявки, я вспомнил, что лет 6 назад на анализ DACE в 2017 году я делал доклад на пересекающуюся тему, как выбрать практики работы с требованиями. Я его с удивлением посмотрел презентацию и вспомнил. Этот доклад сильно другой, хотя часть слайдов пересекаются. У меня на сайте и в архиве конференции тот доклад тоже есть. Можете посмотреть, сравнить. В этом докладе фокус будет не только на ту дихотомию, которая описана в названии доклада, требования или модели, а вообще обзор разных способов работы с постановками. Для начала, что такое постановка? Потому что это не характерное такое жаргонное слово. Под ней имеется в виду все на видеограмме, что предшествует, собственно, разработке. От концепта до детального дизайна. Иногда это называют проектное решение. Это точнее, но отдает таким официозам, поэтому я предпочитаю неформальный термин. Вот. Интересно, что в современном стандарте ОМГ-эссенс они вот все это назвали requirements, требования, переопределив слово. Вот. И получилась такая вот дихотомия, которую нам, как аналитикам, стоит представлять. Вот. Если бы эти самые постановки в разное время писали по-разному. Когда-то считали, что проектирование систем искусства, как стилю художника. Потом была пара рупа, создание софта правильным методом. Была вообще идея, что надо это писать формально на языке ОМЛ, а то ОМЛ-диаграммы остались. А вот как способ написания постановок, он не случился. Появились легкие методы. Иджайл их принес. И домейн-дривен дизайн для сложных проектов. И разные гибридные методы. Исходя из специфики проекта и опыта. И вообще говоря, вот способ написания надо выбирать из специфики проекта. А часто его выбирают исторически. Из того, что умеют приглашенные аналитики в команде проекта. Они не всегда соответствуют друг другу, если проект делается в новой области. А это сейчас бывает часто. Поэтому надо подходить к этому осознанно. И не просто из прошлого опыта. А для этого надо представлять спектр возможностей. Если вот ту историю положить более формально, то можно увидеть, что способ написания постановок – это вообще говоря, часть культуры ведения IT-проекта. А культур было несколько. Я это рассказывал и писал во многих статьях этот слайд. Так что пробегу быстро. Была эпоха НЕОКР как раз. Бригада главного хирурга и так далее. Потом пришла эпоха РУП. Стандартное написание, стандарты, процедуры. Которые должны были гарантировать успех. Чего не сложилось. А потом произошел взрыв, потому что появились персоналки. Они дали дорогу к использованию компьютеров в небольших компаниях. До этого компьютеры были только в корпорациях. И, собственно, это радикально изменило ситуацию потребностей в разработке. Потому что большие корпорации медленно и меняются. А законы физики для расчета ракет, кораблей, они не меняются вообще. А тут, пока ты делаешь IT-проект, бизнес-процессы сильно уплывают. И надо за ней этим успевать. Это родило agile методы. А потом пришел паблик веб и продуктовый подход. Когда софт становится новой для бизнеса, это нынешняя ситуация. Цифрового мира. И, собственно, каждый слой давал свои способы написания проектов. И свои способы написания постановок. Вот здесь краткая иллюстрация о том, как это влияет. Вообще говоря, пусть нам есть задача сделать шаблоны документов. В культуре неокр будет сложное решение, обобщенное. И фиг, кто, кроме авторов умных, эти шаблоны настроит. Там будет столько ручек, что непонятно. В рупе будет проработка тщательной задачи, критерии эффективности и прочее. И, в общем, шаблоны часто окажутся простыми. Сложные случаи выкинут по пути, забудут. В agile подходе, понятно, будет серия прототипов и решения с последовательным усложнением. И вообще говоря, опасность в том, что первые версии могут оказаться неадекватными. А на демо, там их надо очень аккуратно представлять будет пользователем. Ну, если по классике. Но потом все исправится, если оно дальше пойдет. А на самом деле в продуктовом подходе, в современном подходе, там фокус на решении проблемы. И вполне может быть, что вместо шаблонов документов сделают кнопку копирования для создания по образцу этого, окажется достаточно. А еще личные папки, чтобы люди могли помечать, откуда копировать. Вот. И это дешевле. Принципиальное отличие этих культур в том, что происходит, если выяснилось, что на внедрении, естественно, ну или близко к нему, что то, что сделали, не подходит. Вот. Классические культуры говорят, что это очень жаль, но требования выполнены. Поэтому деньги, пожалуйста, и давайте мы напишем следующую постановку и ее сделаем. Вот. В то время Миджал с этим борется через каждые демо, частые демо и коррекцию движений. А вот следующий шаг в том, что в случае, если выяснилось проблемы, то вместе с бизнесом ищем решение, ищем палеотивные варианты. Вот. Ну и вот после такого обзора пойдем, собственно, про способы, как пишут постановки. Для начала классические. Классические постановки были для классических приложений. Когда у вас клиент-сервер или трехзвенка, и сервер берет транзакционность, консистентность, обработку ошибок и много чего, о чем аналитику не надо думать. И разработчику не надо думать. Оно будет само, а ежели что, будет ралбэк в базе данных и все. Вот. И там, собственно, два подхода родились. Процедурный и объектный. Процедурный был раньше. И если мы посмотрим классическую книгу Вирта «Алгоритмы плюс структура данных равно программы», одну минуточку, 76-го года, и дополним к нему, как делать пакеты интерфейсов, то будут многие учебники современные. А в 90-х пришел объектно-ориентированный подход, UML и так далее. Различаются они, собственно, тем, как устроена бизнес-логика. На примере, в процедурном у вас есть таблицы алгоритмы интерфейса, три части, а в объектном алгоритмы погружены в методы объектов. То есть у вас не просто таблицы, а интерфейсы, вообще говоря, в идеале автоматически генерятся по методанным, по объектам. Ну, где-то мы дотюниваем, но основа вот там, и там вся бизнес-логика. И разница, если у вас есть ветвление, например, интернет-магазин, доставка бывает самовывозом и курьером, то в процедурном мы эти если пишем в заданиях, и в описаниях таблиц, и в описаниях алгоритма. А в объектном мы делаем наследование и там соответствующие методы. Вот. Это, собственно, вот обобщение. Я это проговорил. Домейн-дрифинг-дизайн, о котором я говорю, буду говорить позднее, он распространил объектный подход на модель предметной области. В этом его заслуга. И получается, в результате у нас примерно такое. Вот тут слева бизнес-процесс. Вот. Отдельная модель. А справа, соответственно, наверху объектная модель, ниже workflow документов. Как-то так. Но при этом это я вот свел на одном слайде, а реально это в документах разнесено сильно. Отдельно идет описание бизнес-процессов, а в другом документе описание реализации. Дальше вы приходите к кому-нибудь заказчику, особенно корпоративному, и выясняете, что эти документы с друг с другом плохо бьются, а то и не бьются совсем, причем и те, и другие, они по состоянию года, там, 3-5 лет назад с тех пор не обновлялись, вам устно объясняют, что система ушла вперед, и процессы ушли вперед, и вот, ну вот как-то это все живет. Собственно, и это вот проблема, которую полечил ДДД. Вот. Это, собственно, про постановки. А дальше вообще говоря, аналитики. Руб принес, собственно, пока была эпоха неокр старая, были просто программисты. Я ее застал. Она, ну, к нам приходило все позднее. Вот. Аналитики появились позднее, как раз с разделением труда. Руб сказал, что не надо, чтобы разработчик понимал смысл приложения. Ему дело писать код. Ему выдадут постановку, он ее возьмет, напишет, все заработает. Ну, там процедура, чтобы все заработало. Вот. И вот. А дальше это не сработало. Разработчики писали, выполняя постановки, писали не то, что нужно, и принимали решение. Ну, когда ты не понимаешь смысла действий, то ты принимаешь решение, альтернативы всегда есть из каких-то очень разных соображений. Вот. И существенная часть оказывается неверной. Поэтому шел вот откат назад по этой кривой. Разработчик уже там в agile проектах, он точно участвует во всем взаимодействии с заказчиком, и, значит, должен понимать, ради чего он делает в этом смысл. А в паблик веб, ну, в современном мире, в продуктовой разработке, где продукт IT-решения, основа бизнеса, он не может не понимать, что эта система делает. Вот. И, собственно, вот если вернуться в эпоху рук, то именно она принесла этот самый водопад с разделением по пазам. На самом деле здесь та же самая V-модель. Только там она вот, ну, сделана буквой V, а здесь вытянута по, вот, последовательно по горизонтали. Но главное, в чем фишка? Что там была идея, что между этапами идет передача через артефакты, которые фиксируют это дело формально. И мы в этом смысле можем говорить и разделение труда. То есть есть бизнес-аналитик, который отвечает за бизнес-область, системный аналитик для проектирования, детальный дизайн, который сеньор-разработчик. А после того, как стало внимание к интерфейсам, появилась еще одна линейка специалистов про то же самое. UI-дизайнер, юзобиделити, UX. Давным-давно, чуть ли не 10 лет назад, на одной из анализ-дейс, которая в Минске, у Юры Куприянова был роскошный доклад про сравнение роли UX-ера с ролью аналитика. Потому что это два культурных мира. Они учатся по разным учебникам. И они, в общем-то, по-хорошему на проекте должны быть оба. Обычно есть кто-то один, и вторую часть он тоже как-то делает. И вопрос, как? Тем, кому интересно, я вот даю такую отсылку, посмотрите. То есть в этом смысле и фишка в том, что такого не бывает. Ну и, собственно, эффект такого разделения труда изображен на старом-старом комиксе о том, как проектировали качели, при том, что разработчик хотел шину на веревке. В смысле заказчик имел в виду. Но не знал, как это объяснить, устройство. А вот так. А на самом деле существенно, что разные методы, они придуманы для разных областей. есть Кенефин фреймворк теория сложности. И вот те, кто классические методы постановки, они исходят из того, что мир, ну, окружающий, предметную область, это сложная область, complicated. То есть та, которую можно понять могучим разумом этого самого аналитика описать, сделать задачу, и она будет, ну, вот, ее исполнение даст гарантированный результат. А как раз переход к автоматизации вот этого бизнеса, мелкого и среднего, быстро меняющегося, он выкинул нас в область социальных систем. Социальные системы это запутанная область. Работа каждого человека может быть и проста, но объектов так много, и они так взаимосвязаны, что вот описать это невозможно. На самом деле все регламенты корпораций, бизнес-правила и так далее, они пытаются превратить вот эту вот запутанную область в сложную, и у них тоже плохо получается. вот это такая вот важная вещь, которую если вы выбираете модель, то вы должны понимать, в какой области вы находитесь. Тут есть еще простая область, область типовых решений, где все понятно, надо взять и сделать. Вот, но засада в том, что вот это разделение, оно не абсолютное, оно зависит от квалификации команды. И то, что для одного сложно, для другого просто, а для третьего наоборот запутанно, он не понимает. И, ну, команды разные, но общая тенденция состоит в том, что команды сейчас работают в области своей некомпетентности, потому что общий дефицит специалистов, поэтому специалисты даже высококвалифицированные ищут интересные проекты, которые интересны почему. Потому что они раньше этого не делали. Ну, то есть, кроме ситуации, когда специалист почему-то пошел зарабатывать деньги, чтобы купить квартиру, или еще куда-то и берет, вот гребет проекты известные, зато денежные. Вот, такие тоже есть, их мало. А вот те, которые и остальные, получается, что они в лучшем случае доступны как эксперты посоветоваться. А в команде те, для кого этот проект интересен. Поэтому то, что мы в запутанной области, это системная штука. И это надо представлять. Значит, соответственно, дальше у нас вот для работы в сложных областях пришел agile, лайт-версия требований. Сначала он был вообще в таком авангардном варианте. Я помню первые эти скрам-гайды. Там точно было написано, что используйте юзер-стори, а дизайн надо рисовать на салфетках и выбрасывать, потому что код – это лучшая документация и так далее. Вот. И, в общем-то, надо не забывать, что для обозримых и небольших решений это действительно так работает. И микросервисная архитектура вдохнула в такой подход новую жизнь. Потому что что такое микросервис? Это сервис, который дешевле написать заново, чем разобраться, как он устроен. Это я слышал на одном из выступлений вот реально не помню какого банка СИО. Вот. Они как раз зачем? А вот чтобы вот ну как написали сервис, он работает год-полтора нормально, разработчик уже нафиг забыл, что он там написал. Идея в том, что ты вместо того, чтобы разбираться, искать квалифицированного разработчика, стэк сменился, этот там чем-то другим занимается, его, конечно, можно вытащить, но жалко. Вот. Ты его просто выкидываешь и за полторы недели пишешь новый. Вот. Остается там большая интеграционная архитектурная схема, еще там архитектурные артефакты вокруг. Вот такой подход. А внутри все вот так. И так тоже работает. Так можно. Вот. Соответственно, вместо длинных текстов и схем появились юзер-стори, короткие истории для итераций. Причем важно, вот часть цель «чтобы» появилась позднее. И она как раз дает смысл действий пользователя. Вот то же самое, что разработчик понимает смысл приложения, позволяя ему принимать решение из альтернатив, не обращаясь вот по цепочке, не доходя до заказчика, не отвлекая его. Это важно. Вот. И вот именно как писать цель, исходя вот из этого, чтобы она могла служить основанием принятия решений. Вот. Юзкейс был доработан тоже для инкрементальной разработки юзкейс 2.0, большой кейс делим на слайсы. И дальше истории компонуют в ценный функционал, приоритизируют, выбирают спринты и так далее. Все эти истории вы знаете. Я хочу обратить внимание, что фокус тут на взаимодействии. То есть, если, когда мы берем классические постановки, то там фокус на шаблоны документов. Описание юзкейса должно иметь там пять частей, основной сценарий и так далее, про артефакты. То тут нет. у нас есть короткий формат, например, юзер стори, карточки. А дальше и стори мэппинг, и канцлер джони мэп, и ивент сторминг. Это все не артефакты, а способы сессий коллективных, на которых мы проявляем, что нам нужно сделать. И обеспечиваем понимание процессов и так далее. вот это несопоставимые вещи. Но вопрос, насколько заказчик к этому готов, он же мыслит классическими артефактами. Это все сложно. Вот. Ну и дальше вот есть сценирование, это у меня был даже отдельный доклад вокруг этого слайда о том, что даже в больших интерпрайз разработках все равно можно выделить АП, которая первая включается. Если мы делаем систему на замену, то нам, к сожалению, нужен сделать все-таки большой функционал. Но до этого мы делаем серию демонстраций ценного функционала и так далее. Вот. А с другой стороны нам надо удерживать все-таки развилка. Целостность сложных систем идут нужны модели. Чем это отличается? Вообще работа. Там же тоже на V-диаграмме мы можем двигаться текстовыми описаниями, требованиями, можем двигаться через модели. Тут есть важная штука, которая два представления о реальности. Вообще говоря, у каждого человека представление о реальности свое. видео. Вот. Оно там в голове устроено очень интересно. Если мы говорим, например, про оптовые продажи магазинам и торговым сетям торговая фирма, то вот будет у айтишника представление, что есть компания, есть офис, склад, логистика, и вот заказ там идет, выполняется. Да, снаружи есть клиенты, есть его магазины, куда надо доставить. Вот заказ выполняется. Такая вот конструкция. и типа она описывает реальность. Если мы заглянем в голову бизнеса, то у него реальность состоит из людей, менеджеров, своих, чужих, бухгалтерии, работников склада, которые обмениваются письмами, ну вот до, и вот машины ездят, выполняя заказ, и в результате оно все работает. Вот так вот взаимодействие. И вот это у него другая картина вообще говоря. Если мы положим эти схемы на V-модель, то представление заказчика хорошо ложится как раз на модель бизнес-области, а этишная на модель, вот которая служит основой для детального дизайна. И вот эти две модели живут. Они вот то, что в 90-х родилось, модель ориентированное проектирование, оно предполагало, что эти две модели так и живут параллельно. Что происходит из-за двух моделей? Происходит следующее, что когда вам надо внедрить, вам же надо с одной стороны вы делаете IT-систему, а с другой стороны вы разрабатываете организационно место в бизнес-процессах. Они не совпадают, вы пытаетесь вставить квадратное в круглое, оно не лезет, идет процесс внедрения итерации, получается какая-то интересная фигура, которая потом взлетает. Вот. Это вообще говоря, так вот долгу. Потому что совместить в голове, вот замачить две модели, они же инкрементально меняются. Это тяжело. И Domain Driven Design предлагает заменить эту единой моделью, на которой бы все работали. Ну, изначально айтишно ориентированной, но вот на едином языке, вокруг которой и шло общение. и вот про единую модель и про уместность этого, про выбор модели надо сказать важную вещь. Есть два сильно разных кейса. Первый, когда у нас айти-система поддерживает и дополняет айти-ландшафт. То есть, собственно, все происходит как было, ну, раньше на бумаге, в электронной почте, в экселях, просто теперь то же самое, но в айти-системе. и даже не то же самое, а только основной путь в айти-системе, а все, что побочные всякие вещи, они по-прежнему на экселе, телефонных звонках и переписках. Те, кто автоматизировали и обследовали большие корпорации, знают, что чаще всего так и есть. Причем, ну, иногда бывает очень по-разному. Иногда есть кейсы, когда, например, внедрение SAP нужно, чтобы выйти на ИПО, поэтому большой SAP ставят, в него в конце года колотят 50 проводок, получают из него отчет и говорят, во, мы внедрили SAP, а на самом деле все по-другому. Ну, это совсем предельный кейс, но, в принципе, оно так бывает. и вот это одна ситуация, когда вы обследуете и вставите свою систему, но обычно-то работают из другой автоматизации. У вас, ну, заказчик хочет, чтобы все было в системе, она основная, и вот эти вот взаимодействия, которые тут, взаимодействия между людьми и системы их лишь фиксируют, она стала основой. вы можете все это представить на работе, на вашей работе с тасктрекером. Вот, есть компании и проекты, где тасктрекер, он на самом деле лишь сопровождает, то есть, да, без задачи в жире ничего нельзя делать, но вообще говорят, что надо делать и так далее, говорится устно и спрашивают устно, и туда что-то пишут, иногда тыкают, что написали мало, ну допишем еще, но вообще взаимодействие вне жиры, ну устное, в мессенджерах еще где-то, а там такие следы. Это вот первая ситуация, тут вот жиру надо подставить, а вторая ситуация, когда реально тасктрекер является основой, то есть, там есть все задачи, когда у нас идет планирование, мы его открываем и смотрим на его приоритеты, перекидываем там, квадратики меняем, когда разработчик, он в задачу смотрит, а не устно получает, что надо сделать, и там ссылки нужные есть, и вопросы тоже идут через него, ну вот, вот, и, что происходит тогда? Тогда ограничение тасктрекера или ограничение бухгалтерии, или ограничение старой системы накладывает отпечаток на процессы, потому что сделать можно только то, на что она рассчитана, и всякие воркараунды, они прописываются в мозг, и люди начинают мыслить, я не знаю, восьми буквенными кодами товаров, они их просто наизусть помнят, ну, потому что вот в той системе иначе нельзя там, надо его взять и вбить в другое поле, и по телефону продиктовать, и когда вы приходите обследовать то предприятие для замены системы, вам вот, и то, что вам рассказывают, от вот этого отпечатка надо освободить, потому что мы были, ну, вот, один из примеров в компании большой стояла старая система, где были накладные, они там только накладные, и люди приспособили их, да, для очень разного поделили реальный товар на складе на кучу виртуальных, делали накладные между ними, перекидывая, и, ну, оттуда прилетело требование, а давайте в вашей системе должен быть сбор товара по разным складам под заказ, ну, мы начали проектировать, что это ж надо еще и физически собрать, если там физически разные склады, надо перевести и так далее, а потом оказалось, что те, кто говорили про это требование, забыли, что в новой системе вот эту систему виртуальных складов переносить не планируется, там для этого другие механизмы, а реального сбора товаров с разных складов они, ну, там лет через 5-7, может быть, когда-нибудь, то есть это было не нужно, вот, и вот, ну, это вовремя мы поймали, но, в принципе, вот такие вот вещи, они сплошь и рядом, и вот когда вы работаете, надо это тоже учитывать. Есть три категории постановок. постановка новой системы поверх фрагментарной и малой автоматизации, когда отпечатков нет, ну, вот, есть доработки существующей системы, и тогда мы проектируем изменение модели ее в стройке, в процессе. Есть как раз замена старой системы, когда надо этот отпечаток снять. При этом большинство учебников создавалось вообще под первый случай по классике, потому что, ну, тогда было время такое. И, кстати, для Ejail тоже было время такое, первичная автоматизация. А вот когда нам надо что-то менять, нам важны модели. А когда третий вариант, нам надо подняться на бизнес-модель, а потом опустить вниз на единую модель новой системы. А бизнес-модель очистить от отпечатков старой модели. Вот. Собственно, вот такие вот вещи. И последнее, ну, может, не последнее, но я все равно больше не успею. Вот. Поэтому о том, что IT-проект когда-то был вложен в бизнес-проект, а сейчас он вместе идет параллельно. Граница между IT и бизнесом в продуктовой разработке современной стерта. и это тоже надо учитывать. Это разные способы взаимодействия. В зависимости от... И постановки, они неявно рассчитаны на тот способ взаимодействия, который тогда был. Если он другой, то и... Ну, вот, как... Если у вас проект гибкий, оно вот всегда перепланируется, то поддерживать диаграммы Ганта это waste, это лишняя работа. И наоборот, если они отлиты в камни и их сдвижка процедуры, то их надо поддерживать. Ну, вот, про domain-driven design я всех хочу позвать на свой доклад на лав или посмотреть мои прошлые доклады. Так, есть три книги. Идея, вот, та схема, что она заменяет одну модель соответственно единый язык для общения, единый язык в смысле для проекта и понятный клиент клиентам из предметной области. Модель аналитик собирает, строит потом модель системы и важно, что артефакты модели можно проследить в коде. И если разработчики на дизайне ее перепроектируют, ну, код, то они должны сделать обратный ход, исправить модель, чтобы она была адекватна. Это нормально. То есть это не означает, что разработчики тупо делают, как написано. Они принимают творчество, но это творчество надо обратным ходом объяснить бизнесу и сказать ему, что мы тут придумали, что все документы с товарной раскладкой, с товарной спецификацией будут объединены в абстрактный класс документ с товаром. И поэтому, когда вы захотите исправить один, то и это окажется правкой в базовом классе, то нужно это комплексное тестирование по всем документам, чтобы избежать побочных эффектов. Это вот такие тут эффекты. Вот. Соответственно, при этом, что ДДД сказал, модель предметной области модульная, ограниченные контексты, это основная идея, самая ценная идея domain-driven design. Эванс ее описывал в седьмой главе, а Джон Вернон начинает с нее, то есть опыт показал, что это главное. И для работы с контекстами контекст мэп идут методы объектно ориентированного программирования. Сервисная архитектура внесла свои изменения. Тут работает модель экторов. У меня об этом отдельная серия докладов. Смотрите. И все это многообразие методов можно описать с помощью OMG Essence, который ценен, во-первых, люди придумали формализм, а во-вторых, описали в нем все, на момент разработки известные комбинации этих методов. Это идея состоит в наблюдении за альфами, такими объектами внимания, которые живут параллельно. Например, opportunity requirements. А requirements можно делить абстрактно на item, а можно конкретно на user story. Там свои workflow и так далее. Это все можно разные методы не просто текстом описывать, а тоже в моделях. Но это я готов отдельно поговорить. В чем можно в user story, можно в use case, это меняется, смотреть, в чем разница. И это описано в библиотеке. Итого, выбирайте метод из ситуации, представляя весь спектр разнообразия. на этом все. У меня спасибо, Максим, у нас буквально одна минута на вопрос. Есть у кого-то? Да, а так потом подходите, я сегодня до вечера, а завтра меня не будет, так что сегодня. Спасибо за доклад. Вопрос такой, правильно ли я понял, что условно аналитик, как представитель бизнеса, формирует модель предметной области, разработка на это смотрит и может внести коррективы в модель предметной области под нужды системы? Вообще говоря, да, потому что если разработка посмотрела и решила, что нам нифига не нужна счет фактура как отдельный объект, а мы это сделаем печатную форму над накладной или над заказом, то бизнес это должен понимать и не делать workflow. Еще раз спасибо Максим, спасибо аудитории, еще раз аплодисменты, подходите, поддерживайте лайком на стенде. Все, этот флайер за единственный вопрос получается. Да? кое-какер eltaide, ч у у к Продолжение следует...